всем привет вы на канале все о еде и горячий сэндвич ну и сейчас я вам покажу как можно сделать горячий сэндвич на одной сковородке буквально за 5-6 минут очень хорошо подходит для завтрака с утра с кружечка кофе смотрите и делать конечно же сами если мы с вами продолжим тему бутербродов вернее сегодня будем с вами делать сэндвич для справки сэндвич это закрытый бутерброд с начинкой посередине начинка может быть любая которая вам больше всего нравится есть с хлебом сэндвич будем делать в горячем виде и будет у нас состоять из сыра и чины куриных яиц само собой жареных делать будем на одной сковородке занимает времени приготовления этого сэндвича ну минут шесть-семь не больше и очень хорошо будет подходить для утреннего завтрака так как делается быстро и питательный самое главное что он будет горячий а не простой бутерброд в холодном виде с чаем или с кофе по утрам ну мне кажется что горячая еда намного лучше способствует насыщению нежели просто холодный кусок хлеба с клапасой или сыром ну и давайте приступим к приготовлению непосредственно самого горячего сэндвича делается все будет в одной сковородке для начала нам надо будет разбить два яичка в какую-нибудь посудину и как следует все это дело размешать в спике чтобы у нас была однородная масса белок смешался с желтком забьем два яичка ну так как это все-таки у нас завтрак одним яйцом не наешься это будет слишком мало поэтому мы возьмем два яйца ну и само собой все это дело как я уже и говорил размешаем забьем можно сказать сделаем омлет пока что взбиваем наши яйца включаем сковородочку нагреваем но не раскаляем сковородочку наливаем подсолнечного масла и даем нагреться после того как масло немножко нагрелось само собой распределяем его по всей поверхности это конечно не нужная информация но надо чем-то запить пространство пока что масло нагревается поэтому может быть кто-то и об этом и не знал и выливаем наш омлетик непосредственно в сковородку затем нам надо будет распределить весь все наше яйцо по сковородке желательно равномерным слоем после того как вылили туда омлет даем немножечко ему схватиться чтобы нижняя часть прихватилась и он уже у вас держал форму круга ну или что у вас там получается не знаю машину на квадратной сковородке делаете поэтому не имеет никакого значения после того как немножечко у нас схватился наш омлет дело идет за тостовым хлебом просто прям вот яичко кладем хлебушек немножечко его прижимаем и ждем теперь уже до самого конца пока что все яйцо у нас не схватится только у нас яйцо полностью схватилась нам надо теперь будет аккуратно все это дело перевернуть перевернули все это дело конечно же не особо аккуратно у меня получилось вот эти вот концы которые у нас остались загибаем на сам хлебушек у нас получается вот такой вот грубо говоря кусок хлеба с яйцом уже горячим той стороны хлебушка у нас начинает поджариваться то есть подрумяниваться и в это время пока что у нас тот хлеб с другой стороны румянится мы добавляем уже непосредственно начинку каждый кусочек хлеба вы можете на один добавить без разницы три минутки прошло теперь нам надо будет аккуратненько сложить наш сэндвич воедино как видите хлебушек у нас поджарился и горячий сэндвич готов вот ребят сэндвич наш готов занимает времени как я и говорил не продолжительное количество буквально 6-7 минут а если у вас все нарезано то и то быстрее как бы ищутся вы делаете практически такое же количество времени если вы конечно же за удобно есть руки не пачкаются берем с двух сторон с одной стороны хлеб другой стороны хлеб очень удобно быстрый перекус также такой же сэндвич можно взять спокойно например на обед на работу или школы берете еду всем приятного аппетита готовьте дома кушайте вкусно подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки это уже ваше дело я пойду поем сэндвич и попью кофейку небольшой завтрак за пять минут в виде сэндвича с яйцом сыром и ветчиной 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 Продолжение следует...